салон дорогие друзья мы с вами продолжаем разбирать букву бет в прошлый раз мы рассмотрели как она пишется как произносится и сегодня мы рассмотрим несколько слов начинающихся на эту букву одно из слов которые очень часто мы употребляем я думаю практически каждый день в молитве это слово отец бога мы называем нашим отцом отец наш отче наш а в на иврите звучит это слово алиф бет это как раз те буквы которые мы уже с вами рассмотрели алиф который так символизирует бога и бет то что мы говорили значение это от слова байт то есть дом слово отец состоит из этих двух букв алиф и бет и произносится как ав и даже в этом слове через эти двух две буквы мы можем понять что же значит такое отец что значит быть отцом если мы сказали что алиф она символизирует главенствующего главного а буква бет символизирует дом или место обитания в котором находятся люди может быть семья а может быть и все человечество то когда мы говорим о слове ав отец алиф бет то мы собираем это вместе мы получаем что отец это тот который главенствует в этом мире бог он как раз тот который главенствует и место обитания буква бет это наш мир то есть ав отец это главенствующий в этом мире но тоже самое мы можем рассмотреть про наших с вами родителей если мы говорим а в отец то отец это тот который обитает тот который главенствует в доме мы можем сказать что мужчина который является отцом он является главным в своей семье главенствующий доме в семье это как раз мужчина мы с вами затрагивали немножко эту тему когда говорили о ишь и иша мужчина и женщина и мы как раз говорили об этом что мужчина он тот который главенствует а в отец тот который главенствует в семье это не значит что должны ему все беспрекословно подчиняться и все для него делать если мы говорим о мужа и жене они были созданы одинаково богом но знаете в иврите есть такое словосочетание или слово то что называется алфавит или мы говорим алиф бет и часто люди употребляют своей повседневной речи когда обращаются друг другу говорят такое словосочетание готы иногда не понимаешь даже самых простых основ ты не знаешь алиф бет научись сначала алиф бет и тогда можно с тобой будет говорить дальше или можно с тобой будет заниматься и продвигаться то есть это словосочетание алиф бет алфавит то что мы говорим алиф бет это говорит о том что это основы это азы что-то самое-самое базисное и когда мы берем и рассматриваем вот этот вот алиф бет который вместе также является как ав то мы можем понять что азы всего или основа всего это отец то есть познание отца помогает нам продвигаться вперед познание от азов познание основы это познание господа который сотворил эту землю который сотворил все что ее наполняет и самого человека то есть познание азов это познание отца я думаю это очень важный пункт для каждого из нас чтобы мы могли понимать что если мы хотим продвигаться дальше в нашей жизни что если мы хотим что-то строить в нашей жизни познание отца это очень главное именно отсюда все начинается если мы уже с вами сейчас поговорили о слове ав отец то хочу немножко поговорить о слове мать м на иврите это звучит как м алиф и мэм мы с вами уже говорили о многих словах на букву алиф но вот сейчас как раз мы можем поговорить о м мы также с вами когда-то говорили о том что отец и мать они соединяются вместе они дают плоть человеку и рождается ребят дух божий входит и происходит что-то третье елит но есть одно еще слово очень особенно на иврите которая звучит как валад валад это эмбрион это зародыш и очень интересно что происходят очень много разных экспериментов когда хотели доказать когда же вот этот вот зародыш начинает действительно функционировать когда его мозг начинает работать когда его мозг излучает волны электрические и электронные сигналы и некоторые ученые пришли к такому выводу что примерно в сороковой день зародыш он начинает приобретать форму человеческую форму а также примерно в сороковой день его мозг начинает излучать электронные сигналы в это время зародыш он по размерам как краешек иголки очень маленький и те сигналы которые мозг его излучает они очень очень микронные но тем не менее их можно было уследить один профессор он также писатель которого зовут давид дэвид лигер он в своей книге которая называется игра в жизнь или игра с жизнью если так подробно перевести перевести переверить это звучит мисхаким бахаим там он написал что примерно в сороковой день мозг ребенка начинает излучать электронные сигналы это говорит о том что в сороковой день зародыш начинает жить зародыш становится можно сказать человеком становится душой живой понятно что уже с первых дней зародыш он разрабатывается растет и что-то в нем происходит постоянно что-то меняется вот именно сорокового дня и все наши учителя раввины они говорят что с этого дня он считается уже полностью как человек как будто он уже рожденный и так к нему нужно относиться поэтому никакие аборты не разрешены после этого срока я не хочу конечно влазить в эту тему но именно поэтому слово мать м и йоги матрия 41 не просто так потому что сорок первого дня после того как ребенок начал излучать сигналы после того как этот зародыш он становится ребенком он становится живым организмом то после этого мать становится матерью если звуковые сигналы электронные сигналы которые излучает мозг они в сороковой день то мать она становится матерью сорок первый день и гематрия слово мать именно 41 и здесь мы можем видеть что все это конечно неспроста и она все очень сходится до сих пор ученые работают над этой темой исследуют ее но вы врите мы видим это уже давным-давно как бог все сотворил прекрасно и своих и в словах и через буквы мы можем это видеть еще одно слово которое мы рассмотрим с вами это слово брия брия переводится как творение бы решит бара вначале сотворил бог землю и небо мы помним все эти стихи и вы врите сотворить это значит левро то есть брия это творение творение мы с вами являемся творением но что интересно когда мы читаем книгу бытие то на русском и может быть не так сильно замечаем это но одно и то же слово которое мы читаем как сотворил на иврите имеет разные значения есть три вида слова сотворил которые мы с вами сейчас рассмотрим первое из них как мы уже сказали это брия это творение и брия это значит сотворить из ничего когда у тебя нету никакого материала когда у тебя нету ничего и ты что-то творишь естественно такое может сделать только бог и это то что он сделал когда речь идет вначале сотворил бог небо и землю он сотворил их из ничего то же самое в первом книге бытие написано и про животных и про человека практически везде в первой книге бытие используется слово сотворил когда говорится сотворил из ничего второе слово которое также переводится как сотворил или можно сказать сделал это слово оса также мы встречаем это и в первой книге во второй книге бытия слова оса то есть это сделал это что-то в общем взял бога и сделал и третье слово это слово я цар я царь это значит созидал созидал из чего-то из какого-то определенного материала когда у него был какой-то инструмент и он взял и созидал он создавал он выстраивал или вылепливал и вот именно на этом слове я хочу заострить наше внимание почему оно здесь так важно и почему важно нам различить когда бог говорит что он что-то бара то есть сотворил из ничего а когда он что-то именно сделал естественно что важно нам эти оба два слова потому что создать из ничего это невозможно это может естественно только творец и это определенное слово оно используется только по отношению к богу но я хочу чтобы мы могли с вами прочитать из бытие 2 главы 7 стих и там как раз написано слово которое переводится как я цар или создал или сотворил так бытие 2 глава 7 стих и создал господь бог человека мы видим здесь создал это слово я царь из праха земного и в дуну в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою здесь написано что бог он создал человека из праха земного и вот это слово я царь бог создал что значит что бог созидает что нам говорит что бог созидает из земли вот это вот слово когда она относится к богу или даже к человеку или кому-то другому который что-то созидает это говорит о личном участии это говорит о том что господь он работал над человеком он прикладывался чтобы это сделать когда мы говорим слово бара то есть создал из ничего это было в один миг но здесь когда бог созидает человека когда он его творит мы здесь видим его личное участие мы видим как он работает над ним он вылепливает что-то какую-то может быть фигуру которая лежит еще не живая и только после того как бог вдыхает в него в этого человека неживого вдыхает свое дыхание он становится душою живою слово я царь она говорит нам о личном участии господа и знаете неспроста если вы посмотрите хорошо исследуете и первую вторую книгу бытие то вы увидите что в первой книге бытие мы ни один раз не встречаем имя господа везде написано элухим то есть бог бог сотворил бог сотворил и нигде ни разу мы не встречаем слово господь но уже во второй главе сразу же практически сразу же мы видим что слово бог оно переходит и меняется на слово господь это опять-таки нам говорит что теперь бог он принимает личное участие в творении личное участие в создании животных личное участие в создании самого человека личное участие в создании не только адама но также и евы мы с вами в будущих с ваших встречах мы поговорим немножко о именах господа одну из которых мы произносим о дуна или юд гэй вав гэй или иова но здесь мы видим что именно вот это вот имя она нам также показывает а личном участие господа в своем творении и это важно нам знать что каждый из нас он дорог для бога он печется каждым из нас он знает все что мы делаем каждый наш день и не зря написано что бог он проникает нас во самую внутренность до самых костей и знает все наши помышления он знает прежде чем мы что-то скажем и мы ему важны мы знаем что наш мир он настолько велик настолько большой и наша планета она маленькая по сравнению вселенной и наша вселенная очень маленькая по сравнению со всеми вселенными другими которые есть но несмотря на это господь печется о земле и печется каждом человеке который наполняет эту землю его личное участие его личная забота о каждом из нас очень дорога господу и поэтому каждый из нас может всегда довериться ему и обратиться к нему в любое время и бог слышит нас и он желает чтобы мы могли общаться с ним благодарю вас за то что вы были с нами и мы на следующей встрече разберем еще несколько слов которые начинаются на букву бет всего доброго